Никуся родилась под бетонными плитами в Дагестане у старенькой незрячей собачки. Из всего помета выжили только двое, Ника и еще один щенок. Но на этом беды собачьей семьи не закончились и в пять месяцев Нику сбила машина. Оказались поломанные и передняя, и задняя лапа по одной стороне, что полностью обездвиживало щенка. Какие мамы все идейки, но и все, и все, и все, и передние, правые и задние лапы. Местная девушка-волонтер пыталась найти помощь в ветклиниках Махачкалы, но никто за щенка с такими травмами не брался. А там была необходима срочная операция. Тогда Мадина попросила меня о помощи. Мы встретили собачку в Москве и в срочном порядке отправили ее на лечение в ветклинику Пульс к Андрею Михайловичу. Врач незамедлительно приступил к операции, ведь чем больше времени пройдет, тем меньше шансов на восстановление. Все прошло отлично, и уже спустя пару дней Никуся не смело стояла на всех четырех лапках. Радости нашей не было предела. Я, конечно, знала, что Андрей Михайлович умеет быстро делать удивительные вещи, но когда лежачий резко встает на второй день, это чудо. Прошло дней десять. Ничто не предвещало беды. А в ту ночь на телефоне раздался неожиданный звонок. Это был наш доктор, и он же хозяин клиники. С волнованным голосом Андрей Михайлович сообщил, что Ника умирает. Время идет на минуты, и срочно нужен донор. У нас началась паника, что случилось и как быть, потому что время уже два часа ночи. Мы не понимали, где искать донора, когда весь город спит. Как выяснилось, ближе к ночи врачи заметили ухудшение состояния Ники. Они поспешили взять анализы и были потрясены их результатом. Все плохо, показатели крови резко упали. Было подозрение на пероплазмоз или нечто подобное. Хотя доктор не исключал и некоторые региональные заболевания. Передать наше состояние той ночью невозможно. Как же так она ехала сюда за тысячи километров, чтобы выжить, встать на лапы? И вот уже на финишной прямой собачка умирает. Разве это справедливо? Не успела я выставить посты о срочном поиске донора, как Андрей Михайлович позвонил снова и говорит. Никого не ищите. Я решила этот вопрос и уже везу в клинику пёсика коллеги. Думаю, он подойдет. Я говорю, Андрей Михайлович, а вы точно справитесь? Вы уверены, что подойдет донор? А если нет? С такими анализами вообще не живут. Но мы просто обязаны спасти Нику. На ее долю и так слишком много выпало. Донимала я доктора, прекрасно понимая, что шансы минимальны. Но где-то в глубине души чувствовала, что судьба не может быть так жестока, как собачки. Может, просто не хотела с этим мириться. Мне было невыносимо жалко эту маленькую беззащитную зверюшку, в жизни которой так и не случилось ни одного радостного дня. В ее глазах всегда была глубокая печаль. Слишком много потерь она повидала. Слишком больно ее обижали люди. И слишком страшно было там на дороге. Но, вопреки всему, доктор почему-то был уверен, что прорвемся, и мы ему поверили. Собачка, которую привезли к Никусе, подошла. Она была доставлена в течение часа, и вскоре доктор посоветовал нам отдыхать. И все равно было страшно подходить к телефону с утра, потому что переливание тоже не дает никаких гарантий. Я не знаю, что там делал Андрей Михайлович и его коллеги, но Ника пережила и ту ночь, и следующую. А потом снова начала вставать на свои тоненькие ножки и проявлять интерес к пище. Все-таки не зря мы назвали ее Никой, ведь значение этого имени – победа. Сейчас Никуся продолжает лечиться и восстанавливаться. Она очень разумная, ласковая и скромная собачка весом всего 9 килограмм. При этом еще необычайно аккуратная. Даже хромая на обе лапки, она топала на пеленочку, чтобы сделать свои дела и сберечь подаренный ей матрасик. Я безмерно благодарна врачам Пульса, собачке-донору Найде, ее хозяйке и всем, кто нам помогает. Но обидно другое – за все время лечения Ники по ней и так никто и не позвонил. А это значит, что после клиники ей просто некуда идти. Никто и нигде ее не ждет. Никусе очень нужен дом. Звоните и приезжайте знакомиться в Москва. Но пока будем очень благодарны за любую помощь и поддержку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова